Слушайте, вам идёт невероятно. Ну-ка, давайте меняться, подождите. Давайте меняться. Говорят, зачем шапки? А вот каждому по шапке. Я наслышана, да, Михаил, про вашу коллекцию. Так. Вот. Ну, у вас там вся шапка не входит. Да, у меня не входит. Но ничего, да, вот так. Слушай, я на Петьку похож. А вы будет Василием Ивановичем. Хорошо. Да. Ну что ж, хорошо, ладно. Значит, шапки мы в сторону. Вы в школу пришли с мыслью о тестировании. Да. А что, хочется, чтобы денежки больше. Хочется, вот именно, вы упомянули, что социальная, как бы, среда вам нравится, айтишная. Да. Или то и другое. Или вообще, вы думаете, я сейчас поработаю пару лет тестером, потом пойду в менеджмент какой-то, или там, может быть, в маркетинг технический. Какие, какие вот мысли какие-то? Мысли какие? Да. Ну, мне вообще в целом нравится. То есть, во-первых, я увлеклась тестированием. То есть, мне действительно это интересно. На ю-тесте уже? Да, на ю-тесте уже. То есть, как бы, вначале мне казалось так все странно. На какие-то новые формы, какие-то, какой-то формат другой, тетчменты, эти все скриншоты, как это все делать. А потом я разобралась, вроде, все просто. Господи. Да, что-то такого. Вот. И, как бы, теперь мы еще учим теоретическую основу, получается. То есть, как бы... Хорошо ложиться вот на то, что вы руками поделали? То есть, как-то вот какие-то другие вещи думаешь, мама родная, вот, оказывается. Да, да, хорошо ложиться. Единственное, что вот действительно технический бэгграунд, которого у меня нет, у меня нужно вот подтягивать. Я стараюсь, стремлюсь, потому что у нас тут достаточно серьезно. Надо заниматься, да. Слушайте, вот группа ваша. Она такая, мне кажется, как сказать, драйв какой-то. Там есть заводная такая, да? Да. Энергия много хорошей. Да. Молодежи много. Да. Интересные все ребята из Нью-Йорка тоже есть. У вас там друзья какие-то? Ну, мы разнакомились, да, как бы. Многих знают, Хэллоуин думаем отмечать. У нас вот Юрий, который в красной рубашке там участвовал в конкурсе видео. Он вчера прилетел почти в полночь. Да, его там встречал блогер наш, тоже студент Александр Блэквилл. Он его встретил, привез. И вот Юрий час назад пришел, значит, ну, я думаю, надо чайком попоить. Значит, заходим на кухню, на нашу, там София. И я говорю, вот у нас новый человек. И я говорю, София, вот вы спросите его, откуда он? София говорит, неужели с Одессы? Нет. Так вот, я говорю, к тому, что у вас там, вы говорите, из Нью-Йорка. Ну, из разных мест. А может быть, они еще и с Одессы тоже. Так у вас какие-то завелись друзья такие. Ну, вот какой-то тусовка есть какая-то. Вот у вас, смотрите, тут муж. Тут с другой стороны. И вроде как вы приехали на новое место. Не то, что у вас тут сразу было много знакомых. Ну, может быть, мама кого-то в Редвуд-Сити посоветовала. Ну, все-таки. А тут такая орда, можно сказать. Вы куда-то ездите на выходные, там, на барбекю, там, или к океану. Ну, пока еще не успели, но я вообще все хочу, планирую. То есть, как бы, тут еще встретила молодого человека, который с моего города, из Гродно. Прям там. Из Гродненских у нас немного. Ну, вот, да. Но есть. Ну, как бы, еще разнакомимся, потому что еще мы обустройством занимались, квартиры, тут сняли вон, бедрум. Солнышко, почем сняли и где? Мы сняли недалеко от школы, 15 минут. Но я на велосипеде еще езжу. Улица Калифорния, Калифорния-Стре. Да, это два блока от нас. Да. Два блока параллель и... Стоит 2000, но так как мы берем еще человека к себе, румейт одного, то будет 200. Ну, взяли или еще не очень? Взяли. Как 200? А, я понял. Менеджмент с вас берет 200 за то, что третий. За то, что у нас будет третий. Но за то, что третий как-то вносит, поэтому вам это будет не стоить 2 или там 200, а вам, может быть, будет стоить там тысячу, не знаю, 300-400. Да, где-то так. Ну, хорошо. Ладно. Ну, пока так, да. Потому что пока же я еще не работаю. А румейт мальчик у вас или девочка? Мальчик. Хороший? Да. Работает в Tesla Motors, программист. Да вы что? То есть не наш студент? Нет. То есть где-то вы его нашли? Слушайте. Так давайте мы его к нам? Варвару, варвару, варварский мальчик? Нет, канадец. Ааа. Ну, даже не знаю, что делать. У нас очень много запросов. Расскажите, говорит, про Tesla. Там, чего там. Ну, я не знаю, может ли он рассказывать лишнего. Там, что-нибудь программист, наверное, что-нибудь знает. Ну, я спрашиваю. Ну, спросите. Если он хочет, мы его по-английски поспрашиваем. Про Tesla Motors. Чего можно, все расспросим. А если еще тур какой-нибудь, там, знаете, такой, незаметненько. Скрытые камеры. У меня есть камера в носу. Хорошо, вот вы учитесь из того, что у нас изучается. Что-то вам кажется сложным. Таким думаешь, мама родная, нифига себе, замутили. Я не говорю, там, вот, эскиз или, там, баг-репорт. Ну, вот, что-то техническое и сложное. Там, автоматизация какая-то. Но мы еще пока автоматизацию не учим. Так. А сиквел? Тоже еще не брали. Так. То есть мы еще только начали, получается. У нас еще был HTML только и веб-аппликейшн. Тестирование веб-аппликейшн. Да, тестирование веб-аппликейшн. HTML простенько? Да, достаточно интересно. Я даже пришла такая вся очень эксцитив, взволнованная. Пришла дома, еще тренировалась. А я даже думаю, что, может быть, ваш муж может тоже. HTML? Да. Потому что люди, которые занимаются графикой в компьютерных делах, как в компаниях, они обычно очень много чего могут. Я знаю людей, которые могут чудеса творить. Ну, я знаю, что он основами владеет, но он этим в повседневной жизни не занимается. С этим ему не надо. Он больше пользуется Photoshop, иллюстратор своей программы. Это хлеб с маслом и с икрой. Ладно, хорошо. То есть он у вас такой, как бы сказать, творческий человек. А как же, как вы вместе, вот как у вас получается? Вот он такой художник, вот он, допустим, что-то у него мысль какая-то смотрит мимо вас. Нет такого же, смотрит и вас не видит. Ну, у нас разное мышление. То есть у него, у меня больше абстрактное, у него образное. Это точно. Потому что... А как же вы с абстрактным мышлением, вот, допустим, готовить? Ничего получается. То есть конкретно тоже можно. Да. Ну, хорошо. Ну, его сейчас еще кормят на работе, поэтому я сейчас еще гораздо меньше готовлю. Смотри, чтобы не располнил. Да нет, он не склонен. Хорошо. Ну, я понимаю, что вы сами еще маленькие, там, 27 лет. Ну, все-таки. А вот есть какие-то мысли, что... Вот детки, может быть, там... Да, есть мысли. Небось мама говорит, а где внуки? Да, у нас уже в Беларуси в моем возрасте уже все там... Подвоя. Подвоя, да. Конечно, да. Да, ну, а у вас какие мысли? Мысли есть, просто вот, пока мы были в Нью-Йорке, еще ничего не устаканилось. Мы пока не планировали, а вот сейчас я уже начинаю задумываться, да. Нет, ну, поработать, с нас заниматься. Да, поработать. Ну, конечно, хотелось бы устроиться на работу, пройти интерншип, потом на работу устроиться, потом уже можно. Совсем, совсем недалеко, знаете, как получается, вот, глядишь к Новому году, вы уже отучитесь, может быть, уже на интерншип пойдете. А вы же в группе фулл-тайм, правильно? Да, я в фулл-тайм. Вы начали в сентябре. В октябре. Октябре, 13-го. Да. Ноябрь, декабрь, так вы, может быть, уже до Нового года на интерншипе окажетесь? Хотелось бы. Это как бы легко может произойти. Время летит. То есть, ничто, друзья, так быстро не происходит в жизни, как взросление чужих детей. Своих взрослеют медленно. А чужие, вот, раз глазом морхло, смотришь, там, пять лет прошло. Да, у меня уже подружки и девочка в школу пошла в этом году. О, как. А вот в Беларуси, я понимаю, что парадигма как бы вот это изменилась. Скажем, вот мы когда учились в институте, считалось, что если девушка заканчивает институт, она уже должна быть замужем. Ну, то есть, это редко было, чтобы девочка заканчивала и еще не была замужем. Ну, или она, может быть, еще не была, но уже где-то вот уже, там, вот уже вот, вот, вот было. Сейчас какая вот картинка? Ну, я бы сказала, 50 на 50. Кто-то уже выходит к окончанию института замуж, а кто-то еще вот через пару лет после того, как кончил. Ну, нет такого, что вот неприлично вот там закончил институт и еще не замуж. Нет, нет такого. А вот, я извиняюсь, то, что в наше время осуждалось, как неприлично было, вот бойфрендство вот это. Или как сейчас называют, гражданский брак. Вот они, как бы, живут, живут вместе, но, как бы, получается, что не расписаны. Распространено у нас очень. То есть, прижилось, прижилось. Прижилось, да, и, как правило, с этого очень многие начинают. То есть, а потом уже женятся, расписываются. А я видел вот здесь, в Америке, видел парочку, они 7 лет вместе бойфрендились, вот как так позовут. И разошлись? Женились. А через год разошлись? Ну, бывает. О, как. То есть, нет, если они просто женились, я вообще понял. Но они женятся, и через год уже разошлись, хотя 7 лет до этого вместе жили. Вот это интересно очень. Ну, что же, хорошо. А вот такой вопрос. Допустим, если молодой человек женится на женщине с ребенком, это нормально? Или в значительной степени будет какое-то осуждение со стороны? Скажет, мало ему девочек там без детей, так вот он нашел себе там... А в Беларуси вы имеете в виду? Ну, смотря в какой социальной среде. Так. То есть, очень зависит от того, кто твои родственники. То есть, могут. Могут, да. В наше время это было очень необычно. Ну, разные семьи. Демография другая была еще тоже. Ну, разные семьи. Потому что я знаю, у некоторых очень демократичные. То есть, современные родители, а у кого-то более строгие, в старых взглядах, то есть, они будут, скорее всего, против. То есть, зависит от чего. Окей. Ну, то есть, жить можно. Ну, естественно. Хорошо. Хорошо. А вы уже чувствуете себя, как быть, американской такой девушкой? Или вы все еще чувствуете себя белорусской девушкой, которая каким-то ветром занесла сюда? Или вы американка с белорусским прошлым? Нет, я белорусская все-таки. Понятно. Ну, у вас нет такой мысли, что, может быть, там, поработаем в Америке, потом обратно вернемся в Беларусь. У меня нет такой мысли. Мужа, может быть, есть где-то, мелькает. Ну, потому что люди творческих профессий, им, конечно, очень важна культурная среда. Писатель, журналист, даже музыкант, на самом деле. Даже музыкант. Может быть, потому что музыканту надо много времени, чтобы пробиться. Если он уже не мировой известности, то, конечно, сложно пробиваться. Ну что же, вот вы, сидевшая с той стороны экрана на дно время. А вы сейчас тоже посматриваете? Конечно. А из наших сюжетов вам чего больше интересно смотреть? На какую тему? Ой, по-разному. То есть интервью с блогерами мне интересно. И когда вы интервью студентов берете, тоже интересно. У нас должок. Мы давно не брали интервью со студентами. Вы фактически прорыв в этом направлении. Вот, значит, ребятам, которые с той стороны еще, вот вы что-то хотите им сказать такое. Вы матерейщики, да? Нет. А-а-а. Слушай, столько секретов. Девушка одна, а секретов миллион. То есть вы сюда приехали не полотенец. Но вместе. Но вместе. Но сам уж вышли в Беларуси. Да. Друзья, ну, если вы не хотите рассказывать... Ну, не очень. Не очень, да? Так как? А вот пусть думают. Вот пусть думают. Пусть интрига будет. Три года хотели вообще, мне кажется, я догадываюсь. Вот. Но, значит, ну, которые вот там лотерею заполняют. И там, может быть, еще какие-то мысли у людей. Вот что-то такое, типа, англичане ружья кирпичом не чистят. Читали? Откуда нет? Не знают. Ну, нет. Неважно. В общем, что-то такое, квинтэссенцию какую-то, или вот, там, секрет какой-то, что все хотели бы услышать, но не знают. А вы уже тут, на этой стороне ручья, и вы в курсе. Ну, на самом деле, я просто считаю, что пока есть возможность, нужно всегда пробовать что-то новое для себя, и не бояться каких-то перемен, потому что очень часто люди боятся пережить, потому что боятся перемен. Но в этом ничего страшного нету, потому что, наоборот, когда меняется среда, меняется окружающий мир, то есть, гораздо больше есть у человека возможностей для дальнейшего развития. То есть, можно посмотреть на себя и на свои какие-то навыки и склонности с другой стороны, то есть, найти в себе какие-то другие таланты, скрытые. И я считаю, это всегда хорошо. То есть, какие-то перемены, это всегда перемены к лучшему. Ну, вы вообще такой профессиональный мигрант. Вы из Гродно, в Минск. Да, я на самом деле поездила много. Так, еще начинаем. давайте, значит, кроме Америки вы где были? Нет, просто я в Америке была еще в 2008 году. Work and Travel? Да, Work and Travel. Крыша снесла? Крыша снесла? Мне снесло крышу, я очень хотела остаться, и меня тогда вернула мама. Вот. Я даже опоздала специально самолет, чтобы остаться. Где были в Калифорнии? Я была в Лос-Анджелесе. Если мы сравним Лос-Анджелес с Кремниевой долиной, вот вы бы как охарактеризовали разницу? Ну, вообще, впечатление по Лос-Анджелесе, я бы сказала, что там очень сложно без машины, все такое огромных масштабов, большая протяженность, и у меня две девочки-подружки живут обе в Лос-Анджелесе, но от одной к другой ехать на машине где-то часа полтора. А там пробки еще. И там пробки, то есть здесь гораздо, ну, то есть, вот я живу близко к школе и добираюсь на велосипеде, так все чудесно, прекрасно, мне очень нравится. Вот. И в плане климата там, я думаю, что там жарче гораздо. Я не знаю, здесь я не была летом, то есть мы как приехали уже так достаточно комфортно. так сейчас. Пару недель жарки. Вот. То есть климат здесь тоже благоприятнее. Ну, не знаю, в целом, я вообще хотела всегда жить в месте, где тепло. С Нью-Йорком давайте пару слов. А, Нью-Йорк мне, если честно, не очень понравился. Что именно не понравилось? Ну, не мой город. То есть кому-то нравится, кому-то нравится постоянная движуха, там, ночная жизнь. Это не Ох, этого есть. Да, там это есть. То есть, там вот эти небоскребы, которые просто поглощают, там, они нависают, там, такая величина огромная зданий. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Да, это точно. Но, как бы, немножко не мой город, потому что мне гораздо нравится, когда поспокойнее. Гораздо больше нравится, когда поспокойнее, и климат мне не особо понравился в Нью-Йорке, потому что там летом очень душно, очень влажный воздух, тяжело прям иногда вдохнуть, когда после дождя или перед дождем очень большая влажность. Зимой там что происходит? Зимой было пару дней, когда никто не работал, из-за сильного снегопада все перекрыли, мосты и дороги. С точки зрения влажность, температура? Ветрено. Ветер. Ветер влажный? Или сухой? Такой достаточно влажный, сильный, пронизывающий, холодный ветер. То есть там не столько, ну, хотя там тоже морозно, но просто еще, если с Беларусью сравнивать, например, у нас в Беларуси тоже, то есть, минусовая температура достаточно серьезно бывает, но там еще просто в Нью-Йорке ветрено. У меня по времени съехала немножко ориентация. Вы там уже были, когда было вот это наводнение, или это было за год до того? В Нью-Йорке? Да. Нет, мы уже были после этого. После наводнения, хорошо. Ну что же, вот, значит, человек искал такое место, куда его магнитом тянуло. То есть пока что всюду, где она была, ей не приглянулось. В Лос-Анджелесе было не то. Не, ну мне в Лос-Анджелесе понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok